Мы сейчас снова идем в метро, а там картины. Я туда не могу ближе подойти, я вам отсюда покажу. Уж простите. Ангелы. А мы знаете, что купили? Мы купили ветки-елки. Сейчас вам поближе покажу. Они так пахнут. Вот, как и обещала, показываю. Такие красивые еловые веточки мы купили. И поставили в вазу. Сначала я хотела поставить в вазу цветную, красивую. В общем, у меня несколько больших ваз цветных. Пыталась я, пыталась. Так ничего из этого хорошего не получилось. Лучше всего выглядит в прозрачной вазе. Валя принесла мне свою в аренду. Очень красиво, мне нравится. Здесь все падает, все надо убирать. Что как-то вот так вот. Так, смотрите. Показываю. Это новейшая скатерть. У антиквара и скатерть антикварная. Смотрите. Ордена Ленина. Ленокомбинат. Скатерть. Размеры метр семьдесят на два пятьдесят. Девятнадцать рублей сорок пять копеек. Дата выпуска восемнадцатая, седьмое, восемьдесят четвертая. То есть, вот это вот в идеальном состоянии с бирочкой. Смотрите. У меня скатерть. Можете себе представить. Да, да, попадается и такое нам. Хранили, берегли всю жизнь, как зенис ока. Могу сказать, качество у нее просто отменное. Так что, сейчас я застелю на стол и покажу вам. Кстати, то было еще не все. Здесь салфетки. Салфетки, посмотрите. Не знаю, может быть, отсвечивает. Идеальная салфетка. Ой, не обращайте внимания на мой маникюр. У меня после уборки такое произошло. Салфетка камчатная, белая, подрубленная. Так, что здесь у нас, что? Житомирский льнокомбинат имени 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Город Житомир, Бараново, 77. Представляете, что у меня есть и таких салфеток очень много. Такой целый комплект. Так, значит, мы с Амираном сидим, да, Амиран? Расстелили. Аккуратно! Да, это не мусор. Я расстелила вот эту вот скатерть, которую я вам показала, даже в два слоя, потому что она очень большая. Она на мой стол огромная. Я же вам вчера размер читала. И тут смотрите, что из нее еще выпало. Памятка по уходу за тканью. Уход за тканями и изделиями, содержащими химические волокна. Стирка. В стиральной машине при температуре не более 60 градусов. Или вручную. Механическое воздействие. Полоскание при температуре не более 60 градусов. Глажение. Изделия подвергают глажению с увлажнением. Да, да, не можешь, не надо. Химчистка. Химчистка может производиться с применением всех общепринятых органических растворителей. Рисушка изделия. В общем, интересно, да? Такие. Я-то и не помню. Может быть, кто-то из вас помнит, как такое еще продавалось. Вы таким пользовались. Для меня это, конечно, очень хорошее, кстати, качество. Очень хорошее. Прям видно, насколько хорошее качество ткани. Механическое воздействие. Смотрите, такие продаются ягнятки, кексы, ягнятки. Так вот, раньше были такие дореволюционные формы. Мне когда-то попадалось на барахолке. Она состоит из двух частей. В ней можно было выпечь такой кексик. Видите, сейчас стали возрождать те традиции старые. У меня такое чувство, кстати, у меня вопрос. Я просто в кулинарии не очень разбираюсь. Скажите мне, сейчас тоже продаются такие формы для кексиков? Либо это они взяли за основу все-таки дореволюционную форму и, наверное, сделали производители. Не знаю. В общем, напишите мне в комментариях, буду знать. Вот он, рездвяный огня. 349 гривен. Некоторых, правда, ушки не получились. 31 декабря 2023 года льет дождь. Я вышла, дождя не было. У нас плюсовая температура. Мне нужно купить лук, которого не оказалось в магазине рядом с моим домом. Поэтому я бегу на рынок. Накрытый, надеюсь, он работает. И вот так вот я вышла без капюшона, без шапки. Не знаю, надеюсь, что прям ливеняка не пойдет, но уже покапывает очень неприятно. Сейчас посмотрим, есть ли там люди. Два часа дня, 31 число, воскресенье. Ну, только я так умею. Просто не до этого было, не до продуктов. Я вообще, честно говоря, уже думала ничего не готовить. Но помните, я обещала, что сниму вам, как Валя сварит холодец. Валя сварила вчера холодец ночью. Собралась с силами. Но я ничего не снимала. Я думаю, вы прекрасно понимаете, почему дождь усиливается. Чуть сильнее и сильнее становится. Не знаю. Неприятненько. Так что снега на Новый год нет. И есть только дождь. Пока я добежала, дождь закончился. Так рассказываю. В открытом рынке порея не было. А, если что, мне нужен был лук-порей. Да, вы скажете, о чём ты думаешь? Тут обстрелы, а ты лук-порей ищешь. Совсем заняться нечем. А я вам скажу. Мы же живём, как в последний раз, да? Как в последний день. Ну, в смысле, одним днём. И, да, вот решила я сделать свой любимый салат на Новый год. Впервые за весь 2023 год. А может быть и за 2022, я не помню. Наверное, впервые за эти два года я сделаю свой любимый салат. Так что, решила я найти лук-порей. Бывает такое, да? Ну вот, встала, решила, сняла для вас утренний ролик. Встала и думаю. Надо жить дальше. Приготовить какие-то вкусняшки себе и детям. Так. Люди очень приветливые. Все, кого я сегодня встречала. Все продавцы. Даже те, у кого не было лук-порей. Помогли мне, кстати, найти. Сказали, где. Может быть. Я его нашла. Все друг друга поздравляли с наступающим. Совершенно чужие люди. И все желали друг другу мира. То есть, мне за сегодняшний день очень много было пожеланий. Добра мира. И с наступающим Новым Годом. У нас, кстати, поднялся курс доллара. Покупка 37. Продажа 40.50. Не знаю. Мне кажется, что после Нового Года он уже не упадет. Это уже они как решили сделать 40. Меньше 40 он теперь и не будет. Евро пополз вверх. Все поползло. Цены поднимутся. Сильно соответственно. Так, сейчас побегу. Надо уложить Амирана спать. Приготовить ужин. Праздничный. Новогодний. Естественно, стол ломиться не будет. Нет. Представьте, солнце вышло. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Вышло еще с волнышкой. Капало, капало, капало. И вышло с волнышкой. Такая погода. Не новогодняя. Снег пошел. Друзья, пошел снег. Такой мелкий-мелкий снежок. Я не знаю, видно вам будет на камере, не видно, но он есть. Давай еще раз. Что папе подарим? Книги. Книги папа любит? Да. А бабушка что любит? Я хочу, чтобы ты купила бабушке новые вещи. Бабушке новые вещи. А Норе? Норе? А какую? Чипсы. Чипсы? Ну, понятно. А тебе? Машину. Машину, да? Да. А мама что любит? А любит... Видео. Видео? Угу. А мама видео любит снимать? Да. Я хочу... А антикварные вещи мама любит? Угу. Да? Да. Купим. Купим? Маме антикварят? Да. Да? Ну, прямグ болят. Угу.